Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Сработали оперативно, качественно сработали. Заслон эпидемиологической угрозе. Благодаря слаженному межведомственному взаимодействию в «Анапе» удалось предотвратить распространение опасной инфекции. Было принято решение о проектировании и строительстве новой блочно-модульной котельной. Перебоев в теплоснабжении больше не будет. Три многоквартирных дома, общежития, детский сад и ФАПа в селе Суко теперь будет отапливать новая котельная. Можно принести книги, игрушки, потому что предстоят новогодние праздники. Подарки первой необходимости. Побыть в роли Деда Мороза предлагают анапчанам социальные работники. План текущей рабочей недели обсудили в администрации города-курорта. Глава НАПа Юрий Поляков на общегородском совещании спросил заместителей, как они выполняют его поручение. Не сделать, отложить в долгий ящик или забыть – таких вариантов нет. В списке поручений главы со здания сквера в селе Субцех. Юрий Федорович осмотрел территорию и дал поручение ускорить работу. Каждую неделю ему отчитываются, что сделано. Мы в течение двух дней с озером работаем и сегодня продолжаем, несмотря на погоду. Мусор вывезем весь на этой неделе. Проблема была в смежном участке. Участник планировал строить там магазин. Но такое соседство не подходит будущему месту отдыха. Мы за неиспользование земельного участка в течение трех лет направили претензию на расторжение. Месяц через несколько дней выйдет. И потом повторное уже с соглашением на расторжение договора. Это на контроль. Значит, надо работать эскизный проект. Я думаю, решение будет положительное. Чтобы мы знали, к чему нам стремиться. И сроки. Сроки, сроки. У нас сроки. В этом году муниципалитет направил 36 миллионов рублей на ремонт дорог в сельских округах. Работы завершаются. Какие участки сданы на прошедшей неделе, доложила Анжелика Бузунова. Были выполнены работы по асфальтированию улицы Ленина, Хуторичекон. Протяженность участка тысяча метров. Выполнены работы по асфальтированию улицы Молодежная, Хуторичекон. Выполнены работы по асфальтированию Новосела в Рассвете. Также была заасфальтирована улица Новосела в Гайкадзоре. Актуальная на сегодня тема – приближающиеся праздники. И не только для коммунальных служб, для всего города. Часть новогодней атрибутики отправлена на доработку. В остальном – еще неделя срока. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на украшение города. Это касается потребительской сферы. Здесь санаторно-курортный комплекс. То есть заняться весь Пионерский проспект, весь город. Но сегодня нет художника, он скоро будет. То есть город весь должен быть украшен. То же самое это касается то, что от нас площади. Обращаюсь ко всем главам сельских округов. Значит, неделю вам на все, а про все на следующей опланерке с фотографиями каждый доложит. На каждом планерном совещании звучит поручение главы по обращению анапчан. Чаще всего и на этот раз – управлению ЖКХ. По Северной сегодня комиссионно, чтобы вот эта жалоб у нас не была, Анжела Анатольевна, надо будет выехать туда, посмотреть, что с этой ливневкой, как ее отвезти, потому что это проблема бесконечная, а по Северной. Может, мы сможем как-то уменьшить этот вопрос для того, чтобы там один дом не топило все время. Задача понятна? Занимайтесь. Никита Бойко, Роксана Бакуменко, Александр Кореневский. Анапа. Регион. На отлично оценили работу анапских медиков, краевые специалисты на учениях по отработке действий при эпидемиологической угрозе. По легенде, необходимо было снять самолет и доставить в больницу больного лихорадкой Эбола. В таких случаях должны соблюдаться все меры предосторожности, а городские службы работают как единый организм. Прибыла машина скорой медицинской помощи. Прибыла машина в центре медицинской катастрофы. За происходящим в аэропорту наблюдают из центра единой дежурно-диспетчерской службы. Здесь находится штаб. По легенде учений, в аэропорту Витязева совершил посадку самолет из Москвы у одного из пассажиров, высокая температура и ряд других симптомов. Медики выяснили, что до этого он был в одной из стран африканского континента. Предварительный диагноз поставлен на основании эпидемиологических данных и данных врача медпункта. Геморрагическая лихорадка неясной этиологии. На основании вышеизложенного предлагаю ввести в действие комплексный план мероприятий по санитарной охране территории. Подозрение на лихорадку Эбола. Сегодня это одно из самых опасных заболеваний в мире. Больного в специальном боксе переносит из самолета в машину скорой помощи. В сопровождении патрульной машины она направляется в городскую больницу. На перекрестках сотрудники ГИБДД готовы перекрыть движение. Следом из аэропорта выезжает автобус. В нем 16 пассажиров и членов экипажа, которые контактировали с больным. За ситуацией наблюдают через видеокамеры системы «Безопасный город». Ученицы состоялись. Ученицы состоялись, они показали слаженность. Всех служб и ведомств, которые принимали данное участие. А в этом учении были задействованы как медицинские подразделения, так и подразделения санопеднодзора, так и органы внутренних дел, МЧС. Задействован был ассоциационный центр. На первом этаже инфекционного отделения боксы с отдельными входами. Не только изнутри, но и с улицы. В каждом свой санузел. В один из таких переносят пациента. Он в специальной капсуле. Главная задача – обеспечить полную изоляцию рабочей зоны. У пациента берут кровь на анализ. Обязательный для таких ситуаций запас медикаментов, для особо опасных инфекций постоянно, постоянно в наличии, постоянно обновляются препараты, чтобы постоянно было фиксированное количество с хорошим сроком годности. Так называемую контактную группу также изолировали. За их состоянием постоянно следят, измеряют температуру бесконтактными приборами. За ходом учений наблюдают специалисты из краевого центра. Сегодня в регионе постоянно проводятся различные международные мероприятия. Будущим летом она постанет одной из тренировочных площадок мирового футбольного первенства. Сработали оперативно, качественно сработали. Оценка положительная? Папа и физика 5 баллов? 5 баллов. Любое заболевание может быть завезено на территорию России в течение короткого инкубационного периода. Если самолет сели в инкубационном периоде где-то в Бразилии, через 17-18 часов человек может развернуть клинику на территории Российской Федерации. Поэтому мы должны работать по самому сложному сценарию и готовиться к любой инфекции, которая может возникнуть у наших гостей. Возможно, главный итог, по мнению медиков, если бы диагнозы пациент были бы настоящими, то его с большой вероятностью удалось бы спасти, а эпидемию предотвратить. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Руслан Душевский, Анапа. Жители села Суко, проживающие по улице Желанная, совсем скоро получат гарантированное и качественное тепло в свои квартиры. Старая котельная, питающая район, изжила свой срок и давно требовала ремонта. Однако приступить к нему муниципалитет не мог, так как объект находится в ведении Министерства обороны. Как городские власти решили проблему в материале наших корреспондентов? Ранее эти дома находились в ведении Министерства обороны. Позже были переданы на баланс муниципалитету. А вот котельная, которая отапливает эти дома, а также общежития, ФАП и детский сад, так и остались в собственности военных. Это старая котельная Министерства обороны. И многоквартирные жилые дома запитаны от этой котельной. Котельная в неудовлетворительном состоянии. Каждый год жалобы жителей на недостаточное теплоснабжение. Так как котельная принадлежит Министерству обороны, администрация вкладывать деньги на ремонт и реконструкцию данной котельной не вправе. Поэтому было принято решение о проектировании и строительстве новой блочно-модульной котельной. В 2015 году был выполнен проект строительства котельной и получено положительное заключение государственной экспертизы. В этом году его удалось включить в краевую программу модернизация систем теплоснабжения. Нам выделили средства на строительство котельной, краевые и местные. Строительство начато в конце лета и планируем мы его завершить до конца текущего года. В настоящее время уже ведутся работы по завершению строительства тепловых сетей, обвязки газгольдеров, выполняются работы по устройству ограждения. Мощность новой котельной – 2500 кВт, работает на сжиженном углеродном газе. Пока источником газа являются три подземных резервуара – газгольдера. Но в будущем котельную можно будет подключить и к сетевому газоснабжению. Протяженность тепловой сети – почти 2,5 километра. Оборудование самое современное. Здесь даже не понадобится присутствие оператора. Умная электроника будет управлять теплом без вмешательства человека. А в случае сбоя в работе сигнал незамедлительно поступит к специалисту. GSM-модем стоит здесь. Ему будет приходить уведомление о том, что что-то пришло в неисправенности. Внутренние работы по установке оборудования полностью завершены. Рабочие приступили к облагораживанию территории. Для местных жителей это знаковое событие. Совсем скоро долгожданное и стабильное тепло придет в их дома. Очень большие средства будут вообще на эту котельную затрачены. Но я надеюсь, что у нас будет тепло, будет у нас вода. Ну и естественно, я думаю, чтобы те, которые ведут монтаж этой котельни, после себя оставили плавустроенную территорию. Ну а мы, как местные жители, посадим здесь цветы, кустарники. И я думаю, все будет у нас нормально. Сейчас завершаются последние тестовые проверки. И уже 11 декабря приступят к пусконаладочным работам. Руслан Душевский, Анапа, регион. Уже завтра, 6 декабря, учащиеся 11 классов напишут сочинение, которое даст доступ к сдаче единого государственного экзамена. Это экзамен на общую эрудицию. При этом готовят к нему не только детей, но и родителей. Сегодня именно здесь главный фронт подготовки к первому этапу единого государственного экзамена. Кабинет школьного психолога. Такое есть в каждом учебном заведении. После того, как все необходимые знания получены, важно вселить уверенность в учеников. Им предлагают как бы заранее пережить все стрессовые моменты для того, чтобы на экзамен прийти с минимумом посторонних мыслей. Один на один с собственными знаниями. Ребята садятся в кружок. Каждый представляется. Каждый рассказывает о своих сильных сторонах, о своих слабых сторонах. Еще один прием. Начать думать на шаг вперед. Будущих выпускников пригласили на ярмарку вакансий. Чтобы экзамен воспринимался уже как пройденный этап. Ученикам ни в коем случае не рекомендуется ругать себя, а любую масштабную задачу можно разделить на части. Тогда одна потенциальная неудача превращается в несколько небольших, но побед. Занятия проводятся и с родителями. Родители ни в коем случае не должны приписывать ярмарку на детей, что ты не сдашь, ты будешь неудачником. То есть сами родители не должны самооценку подавлять детей и настраивать их на большую эмоциональную тревожность. Можно сказать, говоря о том, что ни на кого не поступишь ты, не сдашь экзамена. То есть на отрицательные моменты родители ни в коем случае не должны зацикливать. Родителям самим дают возможность побывать на месте своих детей. Недавно они написали сочинение. Объем – порядка 250-300 слов. Заранее утверждены блоки, в рамках которых формулируются темы. Они поступают за 15 минут до начала экзаменов. Сочинение написали 117 анапчан. Половина из них пожелала узнать оценки. Очень хорошо написали. Это запас знаний школьных, это богатый запас литературы, который еще остался в памяти изучаемый. Родители у нас все-таки читающие. Потому что в сочинении должна быть еще снова ссылка на несколько произведений. Учащиеся 11 классов напишут сочинение 6 декабря. Всего предусмотрено три попытки. Сегодня одна из задач объяснить выпускникам, что единый государственный экзамен можно пересдавать. Каких-либо окончательных вердиктов не существует. Между тем специалисты по рынку труда отмечают, что сегодня для трудоустройства наличие высшего образования необязательно. Растет спрос на рабочие профессии. И зачастую рядовой юрист может получать значительно меньше, чем хороший токарь. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Помочь ближнему просто. Анапский центр социального обслуживания населения ведет прием благотворительной помощи для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Сейчас проводится акция «Подари тепло», благодаря которой уже около 200 анапских семей получили одежду, обувь, игрушки для детей, продуктовые наборы и даже бытовую технику. Пункт приема и выдачи благотворительной помощи «Вторые руки» действует в Анапе не первый год. Благотворительные мероприятия здесь стали регулярными. В сентябре стартовала «Добрая акция. Помоги собраться в школу». Неравнодушных людей отозвалось немало. Одежду, портфели, канцелярские принадлежности получили несколько десятков школьников. Сейчас в рамках акции «Подари тепло» организован прием вещей по сезону. Одежды и обувь принимаются только в чистом, аккуратном состоянии. Какие-либо документы при приеме и выдаче вещей не требуются. Мы поддержали инициативу социального развития «Щедрый вторник» по развитию благотворительности и волонтерства. На базе пункта «Вторые руки», который организован здесь, мы с вами сейчас находимся, организован сбор вещей по сезону, обуви. Можно принести книги, игрушки, потому что предстоят новогодние праздники, продуктовые наборы. То есть можно оказать помощь, социальную помощь, семьям, которые нуждаются в особой заботе государства, тем людям, которые оказались сегодня в трудной жизненной ситуации. Уважаемые напчанники, приглашаем всех неравнодушных людей, наших предпринимателей, торговые предприятия, принять активное участие и оказать посильную помощь. Активно участвуют в благотворительной акции студенты, в том числе и Анапского филиала Московского педагогического государственного университета. Ребята считают своим долгом оказывать посильную помощь тем, кто в ней нуждается. Мы очень людям помогать тем, людям, которым очень сейчас тяжело. То есть мы приносим вещи, бытовую химию, обувь, приносили продукты питания, приносили даже сумки, как-то даже принесли шторы. Мы помогаем абсолютно таким же людям, подросткам, как и мы. Просто некоторые оказались в трудной жизненной ситуации, которым необходима наша помощь. 78 семей уже получили вещи благодаря акции «Подари тепло». Это и одежда, и обувь, и даже бытовая техника, мебель, а также продуктовые наборы. Особенно востребована акция среди многодетных семей, которые, впрочем, не только принимают помощь, но и часто ее оказывают сами. Семеро детишек я одна. Ну, там, как бы, ну, хорошая помощь. Спасибо большое людям, которые приносят вещи. Мы тоже свои приносим, с которых вырастаем. Тоже с кем-то делимся. Ну, и так вот. Помочь ближнему намного легче, чем кажется. Для этого не всегда нужны денежные вложения. Достаточно просто посмотреть, нет ли в доме маловостребованных вещей, которые могут кому-то пригодиться. Пункт приема и выдачи благотворительной помощи «Вторые руки» находится по адресу Анапа, улица Советская, 134А. Часы работы в зимнее время с 10 до 16 часов. Выходные – суббота и воскресенье. Ирина Меркурьева, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. В рамках декады инвалида для детей с ограниченными возможностями здоровья Центральная библиотека организовала мероприятие «Добрым словом согреем друг друга». Дом книги давно сотрудничает с общественной организацией родителей детей-инвалидов «Радость жизни» и периодически радует приятными сюрпризами. В этот раз детям показали увлекательный кукольный спектакль, а аниматоры устроили настоящую интерактивную вечеринку. Дети живо реагировали на реплики сказочных героев и от души смеялись. Положительные эмоции получили все – и дети, и родители, и сами артисты. В общественной организации «Радость жизни» говорят, что такие праздники особенным детям просто необходимы, ведь от положительных эмоций улучшается не только настроение, но в том числе и состояние здоровья. Спасибо вам большое. Мы все очень рады. Главное, что деткам нашим очень понравилось, все довольны. Спасибо за внимание, спасибо за подарочки. В городском театре Анапы состоялся традиционный открытый турнир по спортивным бальным танцам «Надежда-2017», организатором которого не первый год является танцевально-спортивный клуб «Современник». В этом году в соревнованиях участвует около тысячи танцоров из Крымска, Темрюка, Новороссийска, Краснодара и Анапы. Наш город-курорт представили сразу несколько танцевальных коллективов – ричстайл, альянс «Современник» и «Эврика». Уже более 20 лет турнир по спортивным бальным танцам «Надежда» считается в Анапе самым популярным и традиционным. Поэтому мы всегда с большим удовольствием встречаем танцевальный пар не только нашего Краснодарского окраина, но и Южно-федерального округа. И сегодня мы ожидаем в себе на нашу традиционную встречу более 500 танцевальных пар, также солистов, которые будут танцевать сегодня весь день и радовать своим мастерством все, кто придет на этот турнир. Участники выступают в двух номинациях – это «Спорт высших достижений», где участвуют профессионалы, и «Танцоры массового спорта». Это начинающие спортсмены, восходящие звездочки. Возраст участников от 5 до 50 лет. В жюри – профессиональные танцоры и хореографы со всего Южного федерального округа. Конкурсантам пришлось выложиться на полную, чтобы доказать свое превосходство. По итогам соревнований в общекомандном зачете третье место досталось коллективу из Темрюка. На втором – танцоры из Новороссийска. Победу, как и в прошлом году, одержали творческие коллективы из Анапы. Далее информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапокеан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Специальное предложение для женщин. Консультация гинеколога плюс УЗИ всего за 998 рублей. Для мужчин уролог и УЗИ за 998 рублей. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Субтитры создавал DimaTorzok